На близкий портал поступил следующий вопрос. Действительно ли, если Господь хочет наказать человека, то отнимают у него разум? Хочется процитировать. Псалтырь сказал обезуметь сердце свое, мне Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающие и ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Что такое разум и что такое безумие с точки зрения Библии? Разум – это значит жизнь разумная, жизнь духовная. Потому что разум – это проявление деятельности нашей души. Если человек живет душою, духом, он живет разумно. И, соответственно, если живет человек душой и духом, и по разуму, то он не может не жить с Богом. Потому что душа, по природе, христианка. И душа разумная, она всегда обращается к своему родителю, к Господу Богу. И, соответственно, неразумие или безумие, с точки зрения Библии, это неверие. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог. И человек неверующий безумствует, ум его не работает. И, соответственно, если человек теряет связь с Богом, если он не хочет эту связь восстановить, если он не хочет быть с Богом, то он живет уже в совершенно другом мире, в своем, который он сам придумывает для себя, неестественном, извращенном, искаженном. И человек, будучи без Бога, конечно, теряет смысл, теряет направление жизни, как слепой, который не знает, куда мы идти, если нет у него провожатого. И человек, который потерял связь с Богом, безусловно, страдает от своих грехов, страстей, и не знает, что делать ему, и пытается найти помощь человеческой, но не находит ее. И страдание его усиливается по мере усиления его безумия. И это, конечно, величайшее Божье наказание. Если человек упорствует в нераскаянности, если человек упорствует в своих грехах, то Господь и оставляет его в этом упорстве, и как будто отнимает от него разум. И человек делается безумным. Ну, это мы говорим о библейском понимании безумия. Есть еще другое понимание. Медицинское. Что такое душевное заболевание? Душевное заболевание – это не обязательно безумие, это разные вещи. Это болезнь, прежде всего. Надо понимать, что душа может болеть. Душа может страдать, душа может переживать нечто болезненное, но при этом оставаясь верующей, при этом обращаясь к Богу, при этом имея терпение ради Христа в том, что она несет. Если болезнь – это попущение Господне, это крест, который дает Господь для спасения, то безумие, о котором мы говорили с точки зрения Библии, это как некое наказание, когда Господь оставляет человека упорного в своих беззакониях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова